Я услышал то, что я хотел услышать, чтобы определить человека в теме, или просто не в теме, а как очередной. Ну да, потому что сейчас мошенников полночек, у кого тут и нет, у кого нет. Я услышал правильную позицию. Весь рейдинг строится от риска. Определяем сначала риск, а потом все остальное. То есть есть точка счета, где счет идет правильный. Еще некоторый момент я там подметил, как, что. То есть он ищет момент, точку входа ТВХ по принципу вероятности. То есть вероятность входа должна перевешивать. Это и обеспечивает, собственно говоря, большое количество положительных сделок. Ну, что я хотел торговую систему услышать, я услышал. Остается только лучше залезть туда, как говорится, с ногами и поковыряться, и повозиться. Вот, я человек, я интересен. Что это такое-то? Потому что... Рекламируют все, все предлагают. А вы как давно занимаетесь? Я где-то с 2005 года. Но у меня был перерыв лет 10. Я закончил этим заниматься в 2011 году. И вот вернулся где-то летом 22 года снова. Вот, я думал, а сейчас я из козырного курса вытащу права, старую свою торговую систему, наброшу ее, и все деньги мои. Рынки-то поменялись за это время, и поменялись очень сильно. Если я взял, сравниваю, все крыльки, свои, свою такую систему, она не работает абсолютно. Потому что раньше вот такой плавный был, а сейчас это вот такой. Даже Женя высказался. Он ходил, говорит, посмотрите, что сейчас делать. Рынок делает то, что он делает. Мы можем с ним только взаимодействовать. Крипта, это вообще отдельное дело. Там, я скажу так, там немножко другое совершенно. Другое, согласен. У меня вот был Игорь с Варей, вот он делает хорошие прямо иксы на крипте. Вот, тоже с помощью там DCX и так далее, с Litecoin. Мы с другом тут иногда тоже спорим, он трейдер, он профессиональный. Я тоже именно послушаю, но вот сначала все-таки должна быть, вот у тебя есть рынок такой, должна быть торговая система. Отработает торговая система, чек-лист, вот правильно, что я говорю. А чек-лист пробежали, торговая система есть, чек-лист провели, отобрали инструмент, не нравится лист, не влез. Если я правильно понимаю, для вас вот это вот важно, да? Вот это и вырабатывается, скорость принятия решения, легкость принятия решения, когда это уже выработано на автоматизме, это уже входит в привычку. Это привычки, которые приводят к результату. У нас сейчас нет в этом привычки, поэтому у нас... А если у тебя нету торговой системы под этот рынок, ну а что тогда хаотически-то совершать сделки, а потом сидеть и себя особыми ночеваниями заниматься? Вот психология меня, я полез в рынок. Вопрос, а зачем ты туда лез, если ты не понимаешь, что откуда он пойдет, туда или туда, и где твой стоп будет стоять? С каким риском ты полез? У меня в смысле не шага. Поэтому, когда завалилась моя торговая система, я начал... Да, и система понимания. Альтернатива, которая пока нет.